Добрый день, дорогие мои! Сейчас думаете, тётя Русю потеряли? Нет, 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 тётя Руся все по работе, столько много работы, вы просто не представляете. А ещё хочу вам сказать, я кофе принесла, посмотрите, какой сырёв, поставила сырёв в кофе. Ой, какая красота, ой, какая чудо. А запах весь кухня, смотрите, какая красота, похоже на меня, конечно, хозяйку похоже. Не только кофе я привезла, я приехала из Армении столько подарков, смотрите, какой конфеты у меня на столе. Когда у меня было сына Саватовского, я из Дубая принесла 10 килограмм такого шоколадка, итальянская, да, Света? А это мне подарила моя подружка, моя любимая, моя красава, леди в Армении, первая леди, она вообще достойна этого и всегда она мне радуется. Не только конфетами. Смотрите, она уже на Новый год мне отправила всё. И плюс это подарки в студию. Вот такое подарки. Сейчас кофе попью, в конце вам покажу, какие подарки она мне дарила. Хочу пару слов рассказать. Я всего купила два ночей, я там осталась. За два ночей столько у меня много произошло. Мне казалось, я месяц там пила. Ну, хочу сначала сказать про день рождения. День рождения Георгия Исаевна прошла шикарно. Такое ощущение было, как будто у меня было день рождения. Очень много внимания было на меня. Даже один момент я удивилась. Я говорю, я не поняла. Григорий, это у тебя день рождения? Или у меня? Обнимал меня. Говорит, ты моя сестра, говорит. Люди же тебя любят. Поэтому мне было очень приятно. Короче, очень хорошо прошла. Я там видела наши певцы народные, фотографировала. Если я успею, конечно, у меня много работы. Сегодня выставлю и увидите, с кем я пофотографировала. Там очень много-много новых друзей. А теперь хочу показать, какие подарки я получила. Такая шикарная, необыкновенная. Это раз. А это два. Моя любимая капилка. Да-да-да-да. Смотрите, какая красота, дорогие мои. Вот такое. Давайте вот сюда. Два. Да-да-да-да. Смотрите, какая красота. Хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон. Раз, два, три. Муа. А еще хочу вам сказать, вы посмотрите на мой стол. Вот эта вся выпечка моя невестка Светлана пекла. Она знает, что икруха сегодня ночью придет. И чтобы у нее дома все было свежее. Смотрите, какой готовый. Смотрите, какая шикарная. Вот армянский готовый. Она тает во рту. Смотрите. Вот, смотрите. Тает во рту. А это еще не все. Вы смотрите, какой Наполеон она пекла. Она видела, что я пошла в ресторан и режу Наполеон. Она говорит, чем я хуже. Сейчас я буду печь, и моя свекруха придет и посмотрит. Смотрите. Вот, видите. Она говорит, я люблю, когда рот небольшой открываешь, чтобы она поместилась. Она специально делает такой тоненький, нежненький, чтобы рот не сильно открыла и поместила удобно. Так что хочу вам сказать, дорогие мои новые невестки, молодые, которые только замуж выходят, мальчики, которые любят печь, молодые, да, вы точно так же можете печь. Это очень быстро. А вот это, смотрите сюда, это улипка. Вы посмотрите, какая воздушная, нежная. Вот так она за 5 минут готовит, и уже свекруха там не нужна. Все есть в YouTube-канале. Заходите, выбирайте. За 5 минут, за 10 готовите то, что вы хотите. Вот, смотрите. Это все выпечки быстрого готовления. Это делаем то, что наше натурально вкусно, и ничего не убираем. Все кушаем, подравим. Вы говорите, в последнее время много не готовите. Слушайте, вы же не платите мне, чтобы для вас готовить. Я все то, что учу вам, это бесплатно, чисто от души. А чтобы командовать мне, не делайте так, чтобы только танцевала для вас. Я когда пеку, и когда мне подарок дают, я радуюсь и танцую. И всегда танцую от радости. Поэтому всем тем людям говорю, кто хочет петь вот такое вкуснотино, заходите в Арус-Капказ YouTube-канал. Всем приятного аппетита. И когда готовите, надо всегда готовить с любовью. Поэтому получится так, как сейчас у меня на столе. Блин, как она вкусная. Она сыпется, она во рту тает. Вот понимаете, невозможно не кушать такой готов. Смотрите. А это очень простая. Моя новая невестка, немножко она хвитрая. Какое мисло. Света всегда спрашивала, мама, как это так. Она живет в Москве. Она мне не спрашивает. Она заходит в мой канал. Включает YouTube-канал Арус-Кавказ, что она хочет. И готовит. Потом звонит. Мам, смотри, что я готовила. Я говорю, ух ты, как классно. Говорит, а кто мне научила? Я зашла в Арус-Кавказ. А там все досконально. Все показывает. Зачем я буду еще тебе беспокоить? Я знаю, ты работаешь. Ты понимаешь, какая умная. Вот. Она печет. Она готовит. И все уже готовим. Видно мне показывает. Плов, гата, хамма, наполен. Как будто я готовила. Вот. И так же вы можете, дорогие мои. Когда мне спрашивают. Ну, как новая невестка? Я говорю, откуда я знаю? Как? Я еще годы не прошла. Я как могу его хвалить? Вот будет жить. Посмотрим, как она себя ведет. Тогда я могу оценить. А сейчас уже потихоньку могу сказать, что она уже готовит. Хотя ни с мамой не живет, ни с векрухой не живет. Одна, да? С мужем живет. И мне это очень приятно.